приветствуем вас друзья на канале даниила и лариса продолжаю тему восточной кухни хотим вас сегодня порадовать одним очень классным вкусным среднеазиатским блюдом со странным названием блюдо называется кавардак пока я не побывал в средней азии я думал что кавардак это ну типа что-то бардака то есть такое все раскидано ну в общем как у некоторых бывает дома у меня тоже так иногда бывает особенно в моей лаборатории часто бывает кавардак когда я что-нибудь закончу делать а потом два часа убираю оказалось кавардак это всего лишь очень вкусное блюдо которое готовится в казане пробовали бы это блюдо первый раз в узбекистане и просто влюбились в него поэтому сегодня так сказать мы с вами его приготовим нам понадобится баранина баранину можно заменить мы используем такую это задняя часть баранины лариса не повырезала а потому что я люблю вам мясо без прослоек жира в любых блюдах то есть можно использовать свинину причем части можно использовать так также можно и говядину использовать допустим если это свинина то может быть вырезка может быть задняя часть, то есть, ну, любая задняя часть. И может быть даже ошеек, потому что блюдо готовится в казане, и вот ошеек с прослойкой жира даст нам особую такую сочность. Ну, не люблю я прослойки жира, такой у меня этот. Также можно использовать говядину, можно использовать заднюю часть и можно использовать вырезку. Все зависит от того, насколько вот вы любите прослойки жира в мясе или не любите. Далее понадобится картошка, репчатый лук, томаты. По желанию, в некоторых рецептах используют красный перец, красный сладкий перец, некоторых не используют. Тот оригинал, который мы неоднократно пробовали в Узбекистане, там перец присутствовал, поэтому мы его используем. Обязательно понадобятся, ну, буквально основополагающие две вещи. Это зеленая кинза и восточная пряность зира. И вот еще один спорный вопрос, ложный шафран. То есть я сразу же говорю, это не настоящий шафран, это ложный шафран или давайте назовем его кавказский шафран. Тот, который у нас продается задешево. Не тот, который 100 долларов один грамм, а тот, который продается задешево. Все ингредиенты, а также текстовый рецепт вы найдете в описании этого видеоролика. А мы давайте с вами приступим к приготовлению. Я сейчас проведу такой подготовительный этап. Подготовлю все продукты, а потом начнем готовить. Мясо нарезаем такими достаточно крупными кубиками. Ну, примерно как большие кубики на шашлык. Можно даже и покрупнее. Вот этот вот можно уже не резать. Этот тоже можно не резать. Этот порежем. Люблю, когда баранина, такими не маленькими кусочками, а достаточно нормальными. Этот можно не резать. Ну, в общем, концепция такая. Лук порежем тонкими полукольцами. Примерно вот так вот. Далее порежем томаты. Какие у нас классные помидорчики сегодня. Вообще просто супер. Вот так вот. Для такого количества продуктов использую половинку перца. Или один маленький, или половинку вот такого большого. Зачистим его от семечек. И нарежем достаточно тоненькими вот такими вот брусочками. И последней частью нашего марлезонского подготовительного балета будет картофанчик. Разрежем его на четыре части. Можно так на четыре части, а можно так на четыре части. Как вам будет удобней. Мне почему-то удобней вот так вот. Я на самом деле шучу по поводу картошки. Как ее резать на четыре части. Потому что Лариса меня там стоит за камерой и стебет. И я в это время забыл, что надо еще кинзу порезать. Хорошенько раскалили растительное масло в казане. И отправляем сюда мясо. Обжариваем мясо до золотистой корочки. Мясо хорошенько обжарилось и стало такое очень красивое. Теперь посолим его на такое количество, примерно половина столовой ложки соли. Добавим половину специй. Половину шафрана. И половину зиры. Предварительно хорошенько растерем ее вот так вот в ладонях. Все это перемешаем. Сразу же запахло очень вкусно. И настало время лука. Отправляем сюда лучок. Кстати, мясо жарилось около 10 минут. И обжариваем его теперь все вместе с луком. Наша задача, чтобы лук стал быстрее. После того, как лучок стал вот такой вот почти прозрачный и очень мягенький. Он теперь не ломается, он такой как желейка. Отправляем сюда картофанчик. Разравниваем ровным слоем. Вторую часть специй. Еще немного присолим. Вторую часть зиры. Также хорошенько ее вот так вот растерев. Между ладошками. И теперь добавляем воду. Нам надо, чтобы вода не покрыла картошку. Но была где-то примерно вровень с нею. Вот так вот. Дожидаемся, пока закипит. Пока на большом огне водичка начнет кипеть. После того, как закипело, уменьшаем огонь до самого минимума. Накрываем крышечкой. И оставляем на 20 минут тушиться под закрытой крышкой. Через 20 минут можно добавить сладкий перец. Рассыпаем его по поверхности. Ничего не перемешиваем. Равномерненько распределим. Закрываем крышечкой. И оставляем еще на 10 минут тушиться. Через 10 минут, друзья, все движется к логическому завершению. Обратите внимание, как все меняет цвет, какое все красивое. Отправляем в казан помидоры. Также распределим их ровненько сверху нашего блюда. И оставляем тушиться на медленном огне еще на 10 минут. Блюдо почти готово. Еще через 10 минут наш кавардак практически готов. Отправляем сюда кинзу ровным слоем. Выключаем нагрев. Надо ровный слой обеспечить. Накрываем крышечкой. И даем полчасика настояться. После этого будем дегустировать. Вот такая красота, друзья, у нас получилась. Сервируется оно, ну как бы, кавардак и первое блюдо, и второе, можно сказать. Но, скорее всего, родственник нашего Жиркова с большим количеством подливки. Поэтому сервируется на такой, не на совсем плоской, а на средней глубокой тарелке. И, я думаю, что удобнее всего использовать ложку для дегустации. Ну, в первую очередь, картошечку с подливкой. И, конечно, я вам скажу, это просто божественно. Картошка, она тает во рту. Она идеальная. Теперь кусочек баранинки. И, опять же, с подливкой. Баранина это вообще наслаждение. Конечно, для всех восточных, азиатских блюд, баранина, наверное, самое лучшее мясо. И идеально подходит по вкусу и по всем параметрам. В общем, что я могу сказать. Кавардак удался. Блюдо очень вкусное, очень классное. Я бы сказал, даже блюдо праздничное. То есть, наверняка, вот просто так, для обыденного ужина не стоит готовить кавардак. А если какое-то мероприятие, если придут гости, если вы выставите на стол бутылочку лучшего домашнего самогона, или не домашнего самогона, а хорошей водки, то приготовьте кавардак. И ваши гости просто порадуются всему этому делу. Шафран, кинза и зира придают этому блюду такой неповторимый восточный вкус и колорит. Ну, в общем, надо пробовать, что я рассказываю. Приготовьте кавардак по нашему рецепту. Вам действительно очень понравится. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Мы на все вопросы ответим. Ну и, конечно, пробуйте кавардак, а мы с Ларисой будем готовить для вас новые интересные рецепты. Всего доброго, пока!